Мы постоянно болтаем. Это не так просто, как может показаться. Не каждому это дано. О своих нелегких трудовых буднях риутовчанам рассказал популярный радиоведущий Максим Королев. Подъем в 5 утра, да-да, для ведущего утреннего шоу – это норма. И при этом заряжать слушателей хорошим настроением и позитивом на целый день. И здесь важно не только проснуться самому, но и разбудить свой голос. Вы можете петь в полголоса для того, чтобы не разбудить соседей или домочадцев. А можете, допустим, петь за рулем. В принципе, петь – это всегда прекрасно. И вы сами не заметите, как у вас будет очень крутой голос. Пение – главный лайфхак радищиков. Конечно, не обязательно попадать в ноты и вообще становиться оперным певцом. Просто пойте в душе и в душе всегда. Это придаст вашему голосу приятную бархатистость. Но роскошный тембр – лишь половина успеха. Чтобы доносить информацию, нужна и хорошая дикция. Моя дикция, как мне самому кажется, не полностью хороша. И эти уроки мне понадобятся, чтобы развить это. Чтобы, может быть, я в итоге буду выговаривать все буквы. На мастер-класс пришли и уже практикующие журналисты, причем из разных сфер. Вот и газетчикам семинар по технике речи пришелся весьма кстати. Я прохожу практику в одной из местных газет. И я сейчас понимаю, насколько на самом деле важно уметь вносить свою мысль. Даже если потом она не окажется там где-то на бумаге, важно общаться с людьми. Четко формулировать свои мысли. Этот навык актуален не только для журналистов. Он пригодится для публичных выступлений, проведения презентаций во время защиты диплома, да и просто в повседневном общении. Это важно, чтобы тебя люди хотя бы понимали, чтобы они могли с тобой разговаривать, чтобы были какие-то общие интересы. Как ни крути, от хорошо поставленной речи сплошная польза. Заняться своим голосом и речью никогда не поздно. Говорите и будьте услышаны.